Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Станиславу Гребенщикову. Оглашение вердикта прошло в закрытом режиме. Напомним, чиновник и трое его подчиненных обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме Гребенщикова на скамье подсудимых, сегодня свой вердикт выслушали действующий вице-мэр Богдан Масан, а в прошлом он министр строительства и ЖКХ, бывший замминистра строительства Евгений Скрудзин и замдиректора казенного учреждения Ольга Хорзова. По версии следствия, еще в 2015 году все фигуранты дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, перечислили многомиллионный транш на реконструкцию здания Саламандры к 300-летию Омска. Уже тогда строительные работы на объекте были остановлены, а подрядчик объявил о банкротстве. Но при этом он успел получить аванс. Ущерб в федеральной казне составил почти 15 миллионов рублей. Вероятно, бывший замгубернатора Станислав Гребенщиков использовал свои полномочия и организовал со своими подчиненными такие щедрые выплаты, хотя знал, что компания не выполнила условия контракта. Уголовное дело в отношении должностных лиц правительства Омской области было возбуждено и расследовано главным следственным управлением СК России по материалам ФСБ России по Омской области. Должностные лица осознавали, что подрядчик на момент перечисления денежных средств находится в стадии банкротства. И кроме того, в нарушении условий государственного контракта он остановил работы на объекте, не отработав ранее полученный аванс в размере 40 миллионов рублей. Указанными действиями должностных лиц бюджету был причинен ущерб в размере около 15 миллионов рублей. Денежные средства в бюджет возвращены не были. Кроме того, объект культурного наследия был достроен другим подрядчиком за счет повторного выделения средств из федерального бюджета. Гособвинение запрашивало для Гребенчакова три года колонии. В результате прямо из зала суда он отправился в колонию общего режима на два с половиной года. Сообщник Богдан Масан на два года. Евгению Скрудзину и Ольге Хорзовой, как и требовала прокуратура, дали условные сроки. Два и полтора года соответственно. Подсудимые своей вины так и не признали. Остановка кинотеатр «Мир». Тепло, уютно. Звучит классическая музыка. Почему бы здесь не посидеть и не выпить? Приятели так и сделали. По-тихому не получилось. В павильон больше никого не впускали, расположились, как у себя дома. По картинке с камер наблюдения понятно, одному из собутыльников досталось еще как. Агрессивный мужчина не унимался. Сначала бил по лицу, ударил головой об стену. А потом, видно в кадре, сталкивает с лавки руками и ногами. На крики и ругань в боксе прохожие пожаловались в полицию. На место прибыли патрульные и забрали хулиганов в участок. Мужчины отрицали, что употребляли спиртное. Ну а тому, кто оказался третьим, в этой вечеринке досталось по заслугам. Остановка была совершенно пустая. Все. Он там встал. Естественно, я ему сделал замечание. Не кричи, женщины, у них праздник. И все. Куда-сюда вроде разрешилось. И я зашел обратно. И все. Мы стали продолжать. После чего зашел он. Стал распивать с нами. После чего произошел конфликт. Ну и я его избил. Нанесли несколько ударов. Да, несколько ударов. Сколько конкретно ударов было, помните? Где-то три. В область лица и в грудь, по-моему, два раза с коленом я его ударил. На допросе в полиции 36-летний мужчина стал утверждать, что устроил разборки из-за того, что потерпевший якобы его оскорбил. Запись с камер наблюдения расставила все на свои места. Видно, как злоумышленник избивал незнакомца и не один раз. На этом не остановился. Подозреваемый отобрал у потерпевшего кошелек и сотовый телефон, который тут же в помещении за всей силы разбил о пол. Он достал телефон, собрался куда-то звонить. Я выхватил у него телефон, ну и разбил его, кинул. А, сто рублей, которые были у него? А, сто рублей, да, вот еще за сто рублей. Да, сто рублей я у него, ну, взял. Вы когда избивали его или как, капец, это происходило? Нет, уже после этого. Когда избили его? Да, взял и отдал своему товарищу, говорю, сходи, еще возьми вы. Из бумажника злоумышленник достал сотню рублей и потратил. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье грабеж. Мало того, оперативники выяснили, что в этот же день Амич совершил еще одно преступление. Похитил у соседа банковскую карту. Зная пин-код, снял 5000 рублей. На эти деньги мужчина и купил спиртные напитки. Это еще одно уголовное дело по статье кража. Вину признаете? Да, конечно, вину признаю. Ущерб возместил полностью. Одному потерпевшему. Со вторым созвонился. Тоже возместите? Да, естественно, естественно. Ущерб задержанный уже возместил, однако печально известная схема – выпил, украл в тюрьму – вполне вероятно в его случае. Данный гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. За совершение указанных преступлений максимальное наказание уголовным кодексом предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Когда избивали, о чем думали? Да ни о чем не думал. Просто он оскорбил меня по этому. Из-за этого все и началось. Я даже и не думал, что так все это получится. Завершено расследование уголовного дела в отношении директора Центра реабилитации «Рассвет». Следственный комитет подозревал Нателлу Полежаеву в уклонении от налогов. По данным следствия, обвиняемая знала о большой задолженности в пенсионный фонд и соцстрах, однако не торопилась отдавать 18 миллионов долга. Рассчитывалось с контрагентами, минуя счета реабилитационного центра. 4 миллиона 217 тысяч с использованием ее другой фирмы «Парка Даль Рассвет» были перечислены на счета контрагентов Центра реабилитации «Рассвет», в связи с чем налоговый орган лишился возможности эти деньги получить. То есть бюджет не досчитался конкретно 4 миллиона 217 тысяч рублей. Полежаеву вину свою не признала, но для обеспечения требований налогового органа и штрафа последующего судебного. Следствием был наложен арест на ютимильный участок под ее коттеджем, который находится в Старгороде. Напомним, в конце декабря суд признал Нателлу Полежаеву виновной в невыплате зарплаты работникам Рассвета и злостном неисполнении решения суда. Предпринимательницу приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Новое уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд. Молодой человек принимает гостей из полиции. Говорит, сглупил. Выставил на продажу в интернете свой гироскутер и просто поверил незнакомцам, которые звонили, приходили домой. Я продавал свою вещь, то есть гироскутер. Ко мне приехал человек по предварительному звонку. Сначала мне позвонила его жена и должен был приехать его брат. И брат приехал, мы с ним обсудили сделку. Он якобы должен мне перевезти деньги. Ну и деньги не перевели. Полицейские установили, что потенциальный покупатель предъявил электронный чек о переводе денежных средств на счет продавца. Но они подъехали, да, получается, с торца на машину я не видел. И получается, мы вышли с ним и говорили, обсудили, якобы продали. И получилось так, что... Однако деньги на карту омича так и не поступили. А при внимательном рассмотрении мужчина обнаружил отличия в тексте между стандартным банковским документом и тем, что прислал злоумышленник. Здесь невнимательность. Вот у рублей точка не стоит. Вот здесь стоит. И серия. То есть у меня в тот же день был перевод. И серия была 95-тысячная, а у меня 22-тысячная. Ну, то есть вряд ли у вас так три циферки красиво совпадут, чтобы у вас был перевод. Поэтому как-то так. Таким образом, мошенники обманули еще одного 32-летнего мяча, который продавал телефон за 53 тысячи рублей. Еще один молодой человек лишился игровой приставки за 36 тысяч. Во всех случаях покупатели-аферисты объясняли, что оплату произвела их фирма. А такие финансовые операции проводятся банком три дня как минимум. А мячи верили на слово, в липовые чеки смотрели плохо. Отдавали телефоны, приставки и прочее добро и не ждали подвоха. Теперь сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников. Вот портреты предполагаемых мошенников. Если вам знакомы эти лица или известно, где эти люди могут находиться, обратитесь в полицию по телефону 02.